Перед тем, как машина загорелась, прогремел взрыв, рассказывает Пётр Троеглазов. В тот день он совершил несколько рабочих поездок и, вернувшись в офис, поставил автомобиль чуть ближе обычного. Увидел, как он горит и сразу бросился тушить. Естественно, наглотался вот этого воздуха, гари. И у меня тоже, хотя я близко к машине не подходил, у меня произошло отравление дыхательных путей, лёгкое отравление. Я в течение двух дней отходил, очень тяжело было дышать. Может, они надеялись, та группировка, будем говорить на её, надеялись на то, что я тоже задохнусь, открою багажник. Я, конечно, багажник не открывал, как Виктор открыл и задохнулся. Что взорвалось перед возгоранием, установит экспертиза. По тем следам, что он увидел сам, ветеран боевых действий сделал вывод, что, как и машину Виктора Калиничева, который в канун смерти получал угрозы, его автомобиль подожгли люди, имеющие спецподготовку. Два человека в масках это дело сделали и убежали. Полицейский нашёл спички, которые где-то в количестве 30 штук, перематаны изолентами, и они лежали рядом с машиной. То есть головки были сожжены, а сами спички целые. То есть это ещё раз подтвердилось, что машину поджигали. Мы возбудили уголовное дело по статье 167-й части 2-й тяжкое преступление. Несколько версий уже выработано для раскрытия этого преступления. В том числе одна из версий, то, что связано с общественной работой, именно в организации, связанной с Союзом ветеранов-десантников и сотрудников спецподразделений. В Самарской области действуют две организации ветеранов ВДВ. Тройглазов говорит, что больших денег у Союза, членом правления которого он является, нет. На всё зарабатывают сами. Тем не менее, известно, что общественные движения нередко имеют налоговые льготы и получают гранты на проведение мероприятий патриотического характера. Кроме того, заслуженный десантниками авторитет зачастую открывает двери в кабинеты власти. В качестве причины поджога пока не исключён вариант банального хулиганства. Но борьба за сферы влияния становится ключевой версией следствия. Самые подходы к организации этих движений, они должны быть едины и теленаправленны. И вот эти распри созданы ввиду определённых обстоятельств внутри двух существующих движений десантных. Нужно и в этой части мы поработаем с правительством, чтобы определить всё-таки статусность его. Ну и в уголовном порядке поработаем с теми, кто вносит эти распри. По данным телерадиокомпании Терра, расследованием занимается Центр по противодействию экстремизму. Автономное, по сути, подразделение, не зависящее от стороннего давления. В распоряжении следователей уже есть материалы, которые могут помочь раскрыть дело. В том числе записи с уличных камер видеонаблюдения и свидетельские показания очевидцев. Дым валит.